Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире программа Якутск сегодня на календаре 23 ноября, вторник. За режиссерским пультом Екатерина Голикова и Михаил Эверстов, у микрофона редактор Эдуард Руды. Тема сегодняшнего разговора – государственная поддержка в организации и деятельности сельскохозяйственных кооперативов. У нас в студии прямого эфира Галина Григорьевна Ващенко, исполнительный директор Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов САХА «Агроконтроль», аудитор. И Дмитрий Анатольевич Филиппов, заместитель руководителя государственного казенного учреждения Центр ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса. Телефоны прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66, номер WhatsApp мессенджера, плюс 7 411 232 00 66. Вначале объясним нашим радиослушными телезрителям, что такое сельскохозяйственный кооператив. — Я начну, да? — Тем, чем на самом деле серьезно. — Да. Давайте таким образом. У нас в Российской Федерации действует закон 193 ФЗ о сельскохозяйственной кооперации. И понятия сельскохозяйственных кооперативов у нас даны в этом законе. У нас вообще существует два вида кооперативов. У нас есть сельскохозяйственный потребительский кооператив и у нас есть сельскохозяйственный производственный кооператив. Вот сельскохозяйственным производственным кооперативом признается, ну вот как закон говорит, норма закона, да? Значит, признается сельскохозяйственный кооператив, созданный гражданами для совместной деятельности по производству, переработке, избыту сельскохозяйственной продукции. а также для выполнения иной, незапрещенной законом деятельности, основанной на личном трудовом участии членов кооператива. Сельскохозяйственный производственный кооператив у нас является коммерческой организацией. И это на самом деле накладывает на деятельность кооператива производственного очень серьезный отпечаток. По сути дела, кооператив, но в то же время коммерческая организация. А сельскохозяйственный потребительский кооператив, опять же, буквально дословно говорю по норме закона, это сельскохозяйственный кооператив, созданный сельскохозяйственным товаропроизводителями или ведущими личное подсобное хозяйство гражданами при условии их обязательного участия в хозяйственной деятельности кооператива. То есть получается, что для того, чтобы создать сельскохозяйственный кооператив, гражданам нужно объединиться. Могут объединиться и юридические лица. То есть у нас для того, чтобы создать потребительский кооператив, необходимо 5 участников. Минимум 5 участников. Да, минимум 5 участников. А для того, чтобы создать потребительский кооператив, нам необходимо, может быть, 2 юридических лица или, допустим, 3 физических лица. То есть, вот таким вот образом можно создать кооператив. Сельскохозяйственный потребительский кооператив, это, скажем так, более упрощенная система. То есть, это более выгодная, я не знаю, для сельскохозяйственных, для жителей сел. То есть, если я имею свое подсобное хозяйство и подсобное личное хозяйство, я могу объединиться с другими подсобными создателями. Посмотрите, у нас сельскохозяйственный потребительский кооператив, это некоммерческая организация. И сельскохозяйственный потребительский кооператив, как некоммерческая организация, в отличие от всех других некоммерческих организаций, если он занимается предпринимательской деятельностью, то есть, деятельности направлены исключительно на получение доходов, он средства от этой деятельности может распределять между членами кооператива. А все другие иные некоммерческие организации, которые действуют в рамках закона о некоммерческих организациях, они имеют право заниматься предпринимательской деятельностью, но все доходы они направляют на уставную деятельность. То есть они между членами не распределяют. И вот это отличительная особенность нашего сельскохозяйственного потребительского кооператива. Когда мы можем не только осуществлять ту деятельность, ради которой мы созданы, но еще в определенных пределах, ну, конечно, там есть ограничения, они ограничиваются 30 процентами, мы можем заниматься еще иной другой деятельностью, можем получать доход, мы можем создавать неделимые фонды, эти фонды мы можем приобретать имущество, мы можем выплачивать дивиденды по итогам года. Ну, то есть возможностей очень много. Ну и, естественно, помощь государства. Понимаете, сельскохозяйственный производственный кооператив — это коммерческая организация, да? И, естественно, сегодня же у нас все государственные, скажем так, ну, возможно, какие-то субсидии, гранты и так далее, да? Ну, мы же не можем без конкурсов и прочее направлять, у нас же действует закон 135 ФЗ, да? Они же все равно должны по конкурсу проходить, если участвуют в каких-то тендерах и прочее. А некоммерческая организация, она может пользоваться поддержкой государства и пользуется поддержкой государства именно вот сельскохозяйственный кооператив. То есть вот здесь как бы есть нюансы такие. То есть мне, как сельскому жителю, выгоднее участвовать в создании сельскохозяйственно-производственного, потребительского кооператива? Конечно, потому что у нас же сельскохозяйственные потребительские кооперативы, они могут быть разные, да? У нас же есть кооперативы, ну, у нас есть перерабатывающие кооперативы, сбытовые кооперативы, обслуживающие кооперативы. У нас есть кредитные кооперативы сельскохозяйственные, поэтому... А какова роль государства в создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов? Вот посмотрите, чтобы создать кооператив, нужно... И почему государство заинтересовано в этом, скажем так? Вот посмотрите, у нас ведь всегда, ну, в России, да, это отличительная особенность вообще россиян в целом, да, это желание жить в обществе в любом случае. Нам так легче жить, мы же живём все в разных условиях, да, кто-то на юге, кто-то на севере, на западе, на востоке, у нас разные условия жизни. Ну, в данном случае мы с вами живём в районе Крайнего Севера, да, вот, жизнь всё-таки немножечко с определёнными особенностями. И люди хотят, ну, простой пример жизненный, вот даже просто так, вот у меня есть земля, да, и я выращиваю картофель, да, вот. И вырастила его достаточно много. А у вас есть картофель и хранилище, правильно? Вот, и что-то ещё другое есть. А вот третье у моего соседа ещё что-то есть, допустим, да. Трактор с копалкой. Да, с копалкой тоже возможно. И нам, чтобы нормально, а мне же, вот, обычный бытовой пример, мне же сохранить нужно, потому что я в сентябре продам по одной цене, допустим, да. И если я продам всё то количество тонн, которые я вырастила, я же стремлюсь как можно больше вырастить урожай, чтобы доход определённый получить. Естественно, если у вас есть картофель и хранилище, и мы с вами объединяемся, я говорю, я буду хранить у тебя картошку свою, да, и за это буду платить определённую арендную плату. И у нас вот некоммерческих кооперативов есть, как сказать, у нас есть основная деятельность, да, которой мы вот занимаемся, ради чего мы созданы. Мы говорим, мы создадим кооператив и будем с тобой работать 10 лет. И за эти 10 лет мы будем выращивать картофель, будем его хранить, потом мы что-то ещё будем делать, заниматься каким-то другим видом деятельности, что у нас есть возможности. И можем получить помощь государству, кстати. Да, и можем получить помощь государству. Мы сначала сами вкладываем, и мы говорим государству, мы объединились для того, чтобы нам работать. А это же дополнительные рабочие места, в конце концов, налоги для государства, да, вот. И это даже воспитание детей на примере своих родителей. Это же очень важно, когда дети, школьники видят, как их родители работают, допустим, да. Вот объединились, создали кооператив, устав, всё как положено утвердили, налоговая служба утвердила, и мы говорим, мы заявляем, позиционируем, говорим главе УЛУСа, начальнику управления сельского хозяйства, мы будем работать. У нас вот такая-то сфера деятельности, начинайте нам помогать. И здесь, конечно, вступают уже другие механизмы федерального субсидирования, республиканского, допустим, каких-то помощи, муниципального, скажем так, образования, помощи, и, в общем-то, люди работают. У нас достаточно много успешных кооперативов. А сколько зарегистрировано в Якутии сельскохозяйственных кооперативов? Ну, добрый день, во-первых, уважаемые слушатели. Ну, на сегодняшний день у нас численность сельскохозяйственных кооперативов, если сравнить с прошлым годом, то не только с прошлым годом, а с количеством за последние, допустим, скажем, 3-4 лет указанное количество потребительских кооперативов у нас в республике начинается снижаться. То есть на сегодняшний день у нас по всей Якутии зарегистрировано около 440 кооперативов. Вот, в принципе, такая картина. Конечно же, основная масса, конечно, приходится в основных наших сельхозрайонах, таких как, допустим, центральная часть районов, Вилюйская группа районов. Вот как раз-таки в свое время люди начали объединяться, когда вот соответствующий закон принят на федеральном уровне. Вот как раз-таки в то время люди уже узнали о понятии, что такое кооператив, для чего это нужно и что мы получим, объединившись в кооперативе. Но и не стоит забывать о количестве наших на сегодняшний день производствах кооперативов. То есть, как Галина Григорьевна вот разъяснила, очень хорошо, очень доходчиво. Их, если мы говорим, что потребительский кооператив у нас более 440 единиц, то производственных кооператив у нас чуть-чуть поменьше уже. Более 90 у нас на сегодняшний день республики действуют и работают. — Роль ревизионного союза в деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов? — Да, я сейчас скажу, но я бы хотела добавить к словам Дмитрия Анатольевича. Все дело в том, что вообще по статистическим данным более 80 субъектов федерации в нашей республике больше всех кооперативов, чем в любом субъекте федерации. У нас есть некоторые, где вообще по одному, по два кооператива. То есть вы посмотрите, какое огромное количество у нас кооперативов, да как люди изъявили желание работать и какова система государственной поддержки. Потому что люди бы не работали, если бы не было системы государственной поддержки. По поводу ревизионного союза я что хочу сказать. У нас вообще есть статья в законе 193 ФЗ, статья 31, 32, 33, она говорит о том, что ревизионный союз — это такой же потребительский кооператив, как и любой другой. Только его функция состоит в том, что он создается при условии, если не менее чем 25 кооперативов, 25 членов должно быть не менее, они объединяются и говорят, мы входим в этот ревизионный союз. Почему? Потому что по закону у нас вообще-то обязательное участие в ревизионном союзе. В ревизионном союзе обязательное участие 25 кооперативов должно быть. Через пару минут мы продолжим наш разговор, перебиваемся на небольшую рекламу. Мы продолжаем нашу программу. Речь идет о государственной поддержке в организации и деятельности сельскохозяйственных кооперативов. У нас в студии Галина Григорьевна Ващенко, исполнительный директор ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов САХА «Агроконтроль», аудитор и Дмитрий Анатольевич Филиппов, заместитель руководителя государственного казенного учреждения, Центр ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса. Телефон от прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66, номер WhatsApp мессенджера, плюс 7 411 232 00 66. Мы начали говорить о роли ревизионного союза. Да, вот ревизионный союз, он создается когда не менее чем 25 кооперативов, они принимают решение о том, что они будут выполнять норму закона федерального 193 ФЗ и хотят создать ревизионный союз и быть членами этого ревизионного союза. Все дело в том, что у нас в законе четко и ясно сказано, что для того, чтобы осуществлять деятельность как потребительскому кооперативу, так и производственному кооперативу, обязательно необходимо быть членом какого-либо ревизионного союза. А ревизионный союз, в свою очередь, является членом саморегулируемой организации. Но в данном случае, вот у нас на территории республики, у нас два ревизионных союза, и оба ревизионных союза, они являются членами саморегулируемой организации СРО «Россоюз Чаянов». И вот основная функция ревизионного союза, она состоит в том, чтобы осуществлять ревизию финансово-хозяйственной деятельности входящих в него кооперативов. А если кооператив не вошел? Да, если вот, знаете, такая вот ситуация, потом меня, Дмитрий Анатольевич, это полнится, я пока вот скажу с твоей точки зрения, если кооператив не вошел ни в один ревизионный союз, то значит, он осуществляет свою деятельность в нарушении норм действующего законодательства. То есть его деятельность незаконна. Если это производственный кооператив, то мы и говорим о коммерческой организации. Ну, вы сами понимаете, что здесь уже как бы с точки зрения правового поля нужно говорить, да? Если коммерческая организация занимается незаконной предпринимательской деятельностью, то отсюда уже все вытекающие последствия. Ну, я не буду сейчас о них говорить, конечно, я говорю в рамках правового поля. Печальные последствия. А вот если незаконной деятельностью занимается некоммерческая организация, то она подлежит ликвидации или она должна исправить ситуацию и вступить в какой-либо ревизионный союз. А в Якутии сколько там? Два ревизионных союза. Нет, а сколько, ну, примерно, кооперативов, которые не вступили пока? Ну, вот напомню, что Галина Григорьевна чуть-чуть поскромничала. Да, у нас на территории Якутии действует два ревизионных союза, которые входят в объединение Россоюза Чаянова. И вот, что касается соблюдения норм и положения нашего студии в НОСТР, три фазы о том, что мы говорим, да? Когда вот кооператив создается некими людьми, некими членами, после регистрации соответствующим образом налоговой службы, указанный член кооператив, в том числе и кооператив сам, обязан вступить в ревизионный союз. То есть, в свою очередь, ревизионный союз тоже вступает уже в Российский союз. Объединение, то есть, в данном случае у нас оба действуют под саморегулируемые организации союз Чаянов, да? И вот, на сегодняшний день, увы, так скажем, увы, соблюдение норм указано в статье очень, даже на уровне России очень низкое. То есть, вот осенью как раз-таки саморегулируемые организации как раз-таки посчитали, сделали аналитику. И вот вышло так, что около более 50% кооперативов по всей России, да, не имеют пока еще членства в ревизионные союзы. Что касается по Якутии, то у нас картина тоже, как бы, легко сказать, нехорошая. Если мы говорим, что у нас сегодня действует более 400 кооперативов, то из них все еще не вступили в состав ревизионных союзов около 190 кооперативов. То есть, фактически, они на сегодняшний день ведут деятельность без вступления, без наличия членства в адресах ревизионных союзов. То есть, они могут быть ликвидированы. Да. Ну, а кем должны они быть ликвидированы? Вот это тоже отдельный хороший вопрос. Вопрос, извините, Дмитрий Анатольевич, я его тоже немножко перебью, но он потом меня дополнит. Как раз сегодня читала лекции, да, по эту тему. Да, вопрос очень интересный. Все дело в том, что ликвидировать, у нас есть статья 42-я в этом законе ликвидация кооперативов, да, и получается, что у нас есть случай принудительной ликвидации кооперативов. И принудительная ликвидация, она допускается в случае допущенных при создании грубых нарушений закона, да, если они носят неустранимый характер. Но в нашем случае, как бы, устранимый характер. Но есть позиция в случае осуществления кооперативом деятельности без надлежащего разрешения. То есть, нет, нарушен условия закона, да, и в случае осуществления кооперативам деятельности с иными неоднократными или грубыми нарушениями комментированы закона иные законов или правовых актов и вот эти это ликвидация может пройти по решению суда я вам мало того я перебез скажу один такой факт да у нас в республике еще в 2016 году было более 116 потребительских кредитных кооперативов да и они несли на себе очень большую выполняли очень большую функцию и задачей была очень большая они по сути дела помогали жителям нас леков помогали просто жить потому что мелкие займы кредиты да это все было людям доступно но потом вступил закон когда их регулятором помимо ревизионных союзов сыро стал центробанк а ну мы же все с вами сегодня понимаем что требования центробанка они четкие регламентированные их надо выполнять потому что если даже банки не выполняют требования да у них отзывают лицензии а что же говорить о наших маленьких кооперативах конечно когда стали кооперативы работать ну случился казус такой что не все вовремя сдают отчет не везде у нас интернет там где-то появился да люди были не готовы ну и центробанк просто напросто своим болевым решением в 2016 году чтобы на понимаете это даже нельзя сказать что это было совсем плохое решение возможно он было даже хорошим будущем потому что за однократное грубое нарушение в тот период времени действовал административный штраф 250 тысяч рублей но представляете что такое 250 тысяч рублей для маленького сельского кооператива это очень тяжело вот и поэтому их просто напросто взяли ликвидировали по решению суда то есть массовое решение суда было и их просто ликвидировали регулятор вот таким вот образом как бы сделал данном случае если кооперативы вот дмитрий анатольевич отучил количество ну да но конечно достаточно большое для нашей республики мы говорим конечно о том что у нас их много мы рады да что как бы впереди планеты все тем не менее вот так вот взять хотя бы соседнюю бурятию да вот у них чего-то насчитывается более 100 кооператив а в других регионах россии да если выбрать вот кабардиново-болгарскую республику болгарию да да вот как раз таки либо еще другие регионы взять то у них кооператив очень мало по сравнению с нами мы тема наших сегодняшний мы начали уже пугать людей помощь государств создание как как помогает государство создавать капри как бы и обучаете людей я считаю что помощь государства в этом плане огромное потому что на самом деле да вот я вообще оптимистка по натуре и всегда говорю что вот деятельность ревизионного союза она же состоит не только в том чтобы ревизию про проводить до провести ревизию топнуть ножкой нам выдать предписание и сказать все там жить не будешь то нет задачи же ревизионного союза наш в другом состоит она в помощи состоит до провели ревизию до нашли ошибки говорим даем предписание даем период времени для устранения мало того мы помогаем помогаем конструкцию консультации различные оказываем как правильно сделать но вот одно из основных таких вот я считаю действенных как бы но способов помощи государства это вот организация обучения и я вообще очень рада что я вот участвую в этом процессе что мой коллектив которым я как бы с которым работаю наши специалисты на у нас вообще специалисты очень хорошие они имеют большой опыт более 20 лет опыт работы именно бухгалтерском учете в детском хозяйстве да и у нас молодые есть молодежь есть и сегодня лекции уже читала не только я читала да уже наши как бы специалисты за за ревизор консультант скрябина нюргуяна михайловна и мы читаем лекции на русском и на якутском языке поэтому это все средства государственной поддержки это все грантовые средства вот я дополню да вообще если смотреть не смотреть сам закон по буковом закона до у нас первую очередь государству них праве вмешаться финансово производственного деятельности но несмотря на это у нас вообще роль если взять то есть буквально понимать смысл поддержки да так она может быть разная то есть финансовая поддержка информационная поддержка имущественная поддержка вот как раз такие что касается информационной поддержки Вот как раз благодаря нашим двум ревизионным союзам специалисты нашего учреждения вот как раз за последние два года создали некий оригинальный портфель образовательной программы. То есть что мы под это понимаем? Давай к примеру, вот некие люди, соседи объединились и создали кооператив. Но пока еще не создали, они хотят и планируют создать кооператив. А с чего начать? Как оформить устав? Как все это делается? Для того, чтобы перед тем самым, как создать кооператив, надо изучить все, материалы изучить, примерную структуру финансового планирования надо составить, какие расходы мы понесем, какие доходы от этого мы получим и какая ответственность на нас будет наличие. Какую структуру, какую форму выбрать? Для того, чтобы облегчить, раньше как было, когда мы создавали кооперативы, не только кооперативы, вообще хозяйство в целом, мы обращались в разные органы управления. То есть если, соответственно, вопрос связан с налоговой службой, мы обращаем в налоговую службу. А если вопрос связан в первую очередь с отчетностью, то мы связываемся с органами статистики. А если вопрос касается по вопросам работников соответствующих органов, то есть Пенсионный фонд социального страхования, вот как раз-таки во взаимодействии специалисты, наконец-то, министерства, объединившись с силами нашего учреждения, силами ревизионных союзов наших двух, и объединившись с действующими федеральными органами, то есть ведомствами тоже, создали единый пакет и разместили их в нашем сайте учреждения. То есть на сегодняшний день, если человек хочет создать кооператив, заходит, находит, буквально таки проект готова устава скачивать, и вот как раз-таки, соответственно, оформляет. Сейчас мы приведемся на короткую рекламу, и далее продолжим разговор. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш прямой эфир, тема сегодняшней передачи «Государственная поддержка в организации и деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов». У нас в студии исполнительный директор Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов САХА «Агроконтроль», аудитор Галина Григорьевна Ващенко и заместитель руководителя государственного казенного учреждения «Центр ресурсного обеспечения агропромышленного комплекса» Дмитрий Анатольевич Филиппов. Телефон на прямой эфире 320066 и 321166. Я, житель села, собрался организовать с сельскохозяйственных потребительских кооператив, чтобы получать, возможно, помощь в том числе и государству, да, и объединить усилия. С чего я должен начать, куда мне идти, к кому обращаться, в какой сайт? Ну, подытожи то, что говорим вот ранее, надо все-таки более утрированно дать информацию, да. Смело на сегодняшний день надо говорить о том, что у нашего Министерства сельского хозяйства вот как раз-таки с помощью наших ревизионных союзов уже на руках Министерства имеет единый пакет документов. Не только о создании, а в организации всей деятельности. То есть я бы вам тогда порекомендовал бы в первую очередь проконсультироваться у специалистов нашего учреждения или же в ревизионном союзе. Далее уже открыть, зайти на сайт нашего учреждения и открыть соответствующий портфель. И вот тут сразу же выбрать, что вы хотите. То есть вы хотите создать кооператив, скачиваете проект устава с типовыми формами, скачиваете все необходимые документы по созданию кооператива. Что касается, а что дальше делать, да, вы спросите. Вот как раз-таки для того, чтобы кооператив более-менее просуществовал, есть понятие отчетная дисциплина кооператива. То есть есть комплект неких отчетностей, которые кооператив обязан сдавать. То есть налоговая отчетность, стат отчетность и ведомственная наша отчетность. Вот как раз-таки весь комплект документов, те формы с указанием сроков, как сдавать и так далее, наши специалисты объединили в один пакет и туда же разместили. То есть не надо в разные инстанции обращаться, какая у меня форма отчетности, по каким срокам оно сдается. Вот, в принципе, на сегодняшний день, то есть я хотел бы отметить то, что государство в лице нашего министерства для сельскохозяйственных потребительских кооператив создало все условия для эффективной деятельности. К нам поступил звонок. Алло, слушаем вас. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы, Эдуард, мы с вами с вами говорим. Мы, Эдуард, мы с вами говорим. Мы, Эдуард, мы с вами говорим. Мактал. Хорошо. Вот как раз по теме. Сандаман Дьяконов, спасибо за вопрос. А как вопрос на вопрос ответить? На русском. Хорошо. Тогда, ну, Галина Григорьевна, я немножко переведу. Сандаман Дьяконов спрашивает насчет платность обучения, то, что вы проводите. То есть мы проводим, оно платное или не платное. Вот. И как можно принять участие. И второй момент спрашивает возможность создания. Ну, я тут сразу отвечу, да, насчет создания кооператива. Конечно, у нас на сегодняшний день нет никаких преград для того, чтобы наши граждане объединились и создали сельскохозяйственную потребительскую кооперативу. Если у вас, Сандаман Дьяконов, вопрос интересует, то вы, конечно же, через управление сельского, районное управление сельского хозяйства можете выйти на нас, на специалистов нашего учреждения, либо же напрямую выйти ко мне. Куда обращаться? Как? Телефон 8 800 100 25 26. Еще раз говорю, повторю, 8 800 100 25 26. Это телефон горячей линии. Когда будете звонить, то наши специалисты в более правильной форме вам все разъяснять и ответить. А по поводу платности обучения, нет, обучение бесплатное. Мало того, для жителей Юсилданского улуса у нас обучение уже было в этом году. Мы писали письмо на имя главы улуса, на имя управления сельского хозяйства с просьбой обеспечить всех желающих как бы участвовать. Но у вас есть возможность поучаствовать. Уже вот на следующей неделе у нас будет обучение для жителей Татинского улуса, а в декабре уже в целом для республики. И поэтому, ну, линия здесь тоже, вернее, вы даже можете позвонить, вы тоже можете записать телефон. И мы обязательно дадим вам ссылку, как подключиться. Вы можете подключиться через телефон, ну, любую удобную для вас связь. Онлайн обучение. Да, онлайн обучение, оно идет. Вообще каждый житель республики, он может пройти обучение, независимо от того, в каком улусе он проживает. Мы не ставим ограничений, мы, наоборот, говорим о том, что у нас сегодня, кстати, вот было обучение для жителей Горного улуса, но очень активно принимали обучение жители Намского улуса. Очень много вопросов задавали и на русском, и на якутском языке. У нас специалисты говорят, ну, как бы на двух языках. Поэтому, пожалуйста, мы с удовольствием пригласим вас, слушайте, обучайтесь, задавайте вопросы, самое главное в процессе обучения. Ни один вопрос не остается без ответа. Даже если мы не можем ответить сразу в силу каких-либо обстоятельств или нашего незнания вопроса, вот, то мы в любом случае проконсультируемся, посмотрим и обязательно вам ответим. Ну, я немножко добавлю, да, насчет обучения. Вообще, в целом, если говорить, то вот уже третий год у нас в республике Якутии в целом начали реализовываться национальные проекты. И вот как раз таки Министерство сельского хозяйства тоже в сторонке не отошло, а более-менее уже начали как бы активно принимать участие. В этом плане у нас ежегодно уже третий год проводим аналогичное обучение. Это не только по кооперативам, по разным деятельностям в целом, да. Что касается по кооперативам обучения, да, в этом году у нас вступил новый механизм субсидирования. То есть новый механизм господдержки, который мы уже, как в народе, появилось мнение в субсидии на молоко. И вот как раз таки теперь стоит вопрос для того, чтобы получить господдержку, как правильно организовать работу кооператива. Вот как раз таки возникает очень много вопросов со стороны контрольно-надзорных органов, со стороны налоговых органов. И принимая все эти вопросы, а эти вопросы возникают из самих же сельхозтоваропроизводителей, так и муниципальных районов, так и управления сельского хозяйства. То есть мы в начале этого года вместе с Галиной Григорьевной изучили эти вопросы. И вот пришли к мнению, необходимо, оказывается, провести обучение по данному направлению. Вот в течение года мы уже в ряде районов провели указанные семинары. Вот мы уже в начале декабря проводим завершающий этап. То есть мы сейчас в данное время проводим обучение для горного района. Туда же могут включиться те районы, которые не успели. А если еще не успеете в горном семинаре подключиться, которые проводятся в горном районе, то можете смело подключиться в общероспульканском семинаре. — Я еще добавлю, Дмитрий Анатольевич, у нас все дело в том, что по расписанию завтра мы должны были читать лекции, проводить семинар для жителей Таткинского улуса. Но сегодня мы получили обращение из управления сельского хозяйства в связи с тем, что не будет света. Нас попросили перенести семинар для Таткинского улуса на начало декабря месяца. Мы поэтому согласились, конечно, потому что нужно проводить... — И отдать, а время? — Да, время для жителей Таткинского улуса будет 2-3 декабря. Все ссылки в управление сельского хозяйства отправлены. Но, мало того, мы еще извещаем, конечно, наш центр. И они тоже дадут ссылки, могут даже на своем сайте. Я могу сказать о том, что тоже есть сайт Сахагра-контроля, но помету я о том, что не все любят заходить на сайт и читать объявления. Поэтому наиболее такой вот... Ну, на сайт медсельхоза даже дадим ссылки, чтобы люди владели информацией. Но, по крайней мере, в управлении сельского хозяйства мы всегда рассылаем информацию. — Давайте тогда так сделаем, Галина Григорьевна. У нас на сегодняшний день ситуация какая, да? Вот человек... — Минута до конца передачи. — Для места того, чтобы зайти на сайт, пользуется теми средств массовой информации, которые под руках. У нас на сегодняшний день... — Ватсап. — Ватсап, да. То есть у нас есть совместная, да, Ватсап-группа со всеми муниципальными, не только со всеми муниципальными районами, а со всеми специалистами сельского хозяйства наших поселений. То есть специалисты нашего учреждения будут массово высылать ссылку на подключение в указанные группы. То есть если вы изъявили желание участвовать в нашем обучающем семинаре, то, пожалуйста, просим обратиться к специалисту по сельскому хозяйству поселения, и вот как раз таки подключиться, получить доступ. — Да. — Спасибо за интересную информацию, за потребительскими и крестьянскими кооперативами, одно из светлых будущих, скажем так, для наших селян, да. Спасибо за внимание, до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!